Все здравствуйте! Мы продолжаем наши еженедельные главы Торы и Шатра Авраама. И сегодня у нас начинается изучение главы Ваишла. Я хочу немножко напомнить, к нам все время приходят новые люди, что сделали так еврейские мудрецы уже много тысяч лет назад. Разбили все пять книжек Торы на 54 недели. И каждую неделю мы изучаем новую главу. И так за год мы изучаем все пять книжек, мы изучаем все еврейские праздники. И следующий год мы обратно, так же сам обратно. И получается все глубже, глубже, глубже. Ну из практики я могу сказать, что я вижу, если человек серьезно относится к еженедельной главе, то через год он всегда говорит, что его жизнь кардинально изменилась, что он стал другим человеком, что и душа у него как-то посвежела, обновилась, и ум пришел в порядок, и вокруг все меняется. Так сказано, наши мудрецы сказали, когда человек начинает изучать Тору, то ему дают подкрепление свыше. Почему? Потому что Тора это очень мощный источник информации и энергии в том числе. Потому что это то, что называют Синайское откровение. Это откровение Бога человечеству. И он дал это для всех народов. Люди своеобразно обозвали это Ветхим Заветом. Сейчас многие пересматривают эту позицию, потому что Тора она вечная. Слово Ор – это свет, это указание в действии. Тора нам раскрывает замысел Всевышнего, волю Всевышнего, настроение Всевышнего. Да, и указывает нам путь, по которому на реке плюс еще ко всему дает силы, силы нашей душе. Да, мы можем наполняться миром, можем наполняться радостью, можем проходить трудности совершенно с другим чувством, без депрессии, без всего. И год изучения Торы – это очень большая сила. Когда человек относится к этому, вот как щепетильно, до постоянства, постоянства, когда вот он пройдет все эти главы хотя бы один раз – это уже большая сила. Вот я хочу напомнить, что мы рассматриваем жизнь праведной семьи, вот их становление как Божьего народа – это Авраам, это Ицхак, это Яков, который впоследствии становится Израилем, он меняет имя Яков на имя Израиля, точнее Всевышний дает им новое имя. Происходит еврейский народ, который получает на горе Синаи Тутору, чтобы стать светочем для народов земли. В двух словах, вот, я хочу немножко, вот, объединить три главы, их название, смысл – это прошлая глава, ВНЦ, сегодняшняя – ВАИШЛАХ и следующая – ВАИШЕВ. Все эти три главы нам рассказывают про отца Якова, который стал Израилем, вот. И называются на русском языке они так, предыдущая называется «И ВЫШЕЛ», сегодняшняя называется «И ПОСЛАЛ», а следующая называется «И ПОСЕЛИЛСЯ В СТРАНЕ». И вышел, и послал, и поселился. И нам мудрецы говорят, что это как раз вот здесь есть урок для всех нас. Да, потому что исторически нам, конечно, интересно, но нам более интересно урок для себя тут получить, да, что вообще речь идет о душе, о спуске души в этот мир. Что и вышел, душа вышла оттуда, от престола Отца, да, она поселилась, ну, стала посланником Всевышнего, и поселилась в этом мире, в этой стране. Для того, чтобы прожить здесь, пройти свое предназначение, выполнить какое-то божественное предназначение, ведь душа для чего-то сюда пришла, поэтому сказано и послал. Вот представьте, Всевышний взял мою душу, послал ее сюда. Есть какое-то предназначение. Поселил меня вот в этом теле, которое уже вот 54 года уже живет. И вот, если мы так рассматриваем, то для нас все важно, что Яков делал, куда пошел, зачем сделал, зачем не сделал, да, потому что все эти тонкости, они дают мне какую-то мудрость, дают мне какую-то силу. Вот, и вот эти вот мы видим разные этапы становления, да, вот, например, Яков восстановится из рая, то мы видим вот эту всю череду жизни, как он проходил испытания, как он проходил трудности, как проходил соблазны, как он воспитывал своих детей, как с женами там все вот это происходило, да. Вот, и мы видим, что прошлый урок Яков получает благословение своего отца. И как бы видим, что это благословение, оно работает на нем, да. Мы немножко говорили о служении ангелов, помните? Немножко вспомните, что мы говорили в прошлый раз. Вот, и мы говорили в прошлый раз о месте, где Яков остановился переночевать, когда он убегал от отца и шел в дальнюю страну, туда, к Лавану, там, где ему суждено будет жениться, родить детей, вот, разбогатеть. Вот, и у него была по дороге личная договоренность с Всевышним. Да, вначале его поддерживало благословение родителей, но потом у него была личная договоренность. И о чем она была, мы сейчас вспомним немножко. Если ты меня сохранишь, то есть он шел в трудное путешествие, причем абсолютно без всякого богатства, что очень сильно усложняло его дорогу. Вот, и он говорит, если ты меня сохранишь, дашь мне еду и одежду, то есть поможешь мне там во всем этом прожить, и поможешь мне вернуться обратно в отчий дом, то вот это место, которое мы с тобой поговорили, я сделаю это место Домом Божьим. Это будет, ну, я приложу к этому усилию, он поставил камень, чтобы, как символ того, что здесь будет Дом Божий. Ну, для тех, кто не знает, на этом месте в дальнейшем будет построен Иерусалимский храм. Вот, и также он говорит, от всего, что ты дашь мне, я буду посвящать тебе десятую часть. Вот сегодня я хочу немножко сконцентрировать насчет этого поговорить, уже тема такая важная, интересная, очень много вокруг нее неправильных идей, я слышал религиозных по поводу десятины, что это, зачем это, почему это, кому это вообще относится, когда это говорилось, все. Вот, но мы видим вот интересный момент, что почему Всевышний дает якому какие-то обещания, а якодь в ответ дает Всевышнему тоже какие-то обещания, да, то есть, как будто у них договор какой-то, если вот сказать, это договор о сотрудничестве, да, я тебя беру на работу, я тебе обещаю вот такие-то, такие-то отпус там вовремя, зарплату, там, премии, там, хорошие отношения, и то-то-то, я говорю, да, да, а я тоже, тогда я тоже буду работать трудосом, ну, как положено, да, я буду трудолюбивым, я буду ответственным, я буду креативным, я тоже обещаю тебе, то есть, что здесь происходит, Яков, он осознает заинтересованность в этом Всевышнего, и мы можем здесь немножко увидеть, когда мы говорим, ну, хочется угодить Богу, вот, так надо понять тогда его желание, его заинтересованность, да, его замысел какой-то, вот, так Яков понимает замысел Творца, и что он ему обещает? Он обещает ему стать участником-партнером в осуществлении этого замысла практически, то есть, Яков говорит, не только я хочу спасти свою жизнь, там, кушать, одеться, но я еще и буду участвовать в своем замысле, и десятину прямо я даже материально обещаю отдавать, от всего, что ты дашь мне, то есть, смотрите, у него еще ничего нет, но он уже, я говорю, вот все, что ты мне дашь, да, дашь мне заработать тысячу, значит, сотня ушла на это, дашь мне две тысячи, двести ушло на это, дашь сто тысяч, значит, десять ушло на это, то есть, он изначально об этом объявляет Всевышнему, от всего, что дашь мне, посвящать тебе буду десятую часть, ну, я не беру еврейский контекст, а я беру, как эти принципы, вот сегодня могут быть полезны для всех слушающих, вот, то есть, мы видим такой обоюдосторонний договор, можно это назвать, да, Всевышний что-то обещает, Яков что-то обещает, теперь глянем немножко, ну, со стороны Всевышнего, как бы, да, вот, что происходило, мы видим, что Всевышний окружил Якова ангелами, помните, я немножко вспоминаю прошлую главу, прямо здесь, когда они поговорили, мы видим, что ангелы поднимались, опускались, с ним пошли ангелы, откуда мы это видим, мы видим, что когда он был у Якова, ангелы прямо там разговаривали с ним, давали ему стратегию бизнеса, как ему там все это сохранить, вот, и мы видим, что когда Яков возвращался, да, прошлая глава заканчивается, что два стана там встретились, и он назвал это место Маханаем, два стана, и мы с вами говорили, что с тех пор, как он взял ответственность, да, в интересах Всевышнего, то какое-то усиление пришло на него с небес, прямо вот спустились с небес и пошли с ним, то есть это очень важный момент, потому что ангелы ходят вокруг всех людей, да, мы просто их не видим, но ангелы существуют, они выполняют божественную миссию, есть, как говорят, у каждого человека ангел-хранитель, да, но вот мы видим, что в результате того, что Яков взял на себя вот эту миссию, ну, как бы исполнять еще и заинтересованность Всевышнего, не только свою, некоторые люди никак живут, ну, чтобы мне было удобно, вот все, что меня касается, это я понимаю, а все остальное мне там трава не расти, да, так живут многие люди, к сожалению, вот, но нам интересно, чтобы мы взяли какой-то положительный пример для себя, поэтому мы будем разбирать только хорошие вещи, да, и мы видим особенное служение вот этого вот ангела, после этой договоренности, вот, и в нашей главе тоже вот как раз, то, что мы сегодня начинаем говорить, наша глава, вот это Вайшлаг, начинается с того, что он послал перед собой вестников, то есть мы уже видим, что Яков ушел от Лавана, он ушел оттуда не так совершенно, как он туда пришел, он идет уже обратно, у него уже есть 11 сыновей и дочка, у него уже есть два стана богатства, мы сейчас немножко прочитаем, что там у него было, там валы, ослы, верблюды, то есть большое богатство, он возвращается в землю отцов своих, то есть все, что он просил у Всевышнего, все осуществилось, его охраняют ангелы все время, там его встречают ангелы, и наша глава начинается, что ему сказали, что там Эсаф идет тебе навстречу, и тут вдруг вот на тебе начинается новая немножко история, Эсаф, у него же конфликт ровно 20 лет назад он убежал с той земли, у него был конфликт со своим братом, ну за 20 лет тоже могло произойти, да, вот как вчера в шаббат мы там разбирали, ну Равин разбирал тему, что это же были два родные брата, да, и там немножко копнули тему, что никто не может так друг другу насолить, как родные люди, что родные люди особенно должны хранить мир друг с другом, ну терпимость проявлять друг другу, да, почему, потому что от постороннего человека можно спрятаться, ну можно просто отключиться от него и вообще забыть о нем, это проще, но когда это в твоей семье, когда это твоя родня, куда ж ты тут денешься, да, тут надо научиться особенно строить отношения, и Яков тоже думал, иди знаешь, за 20 лет, ну все могло поменяться уже, я уже другой человек, у меня уже семья какая, у Исава все поменялось, ну, наверное, это самое, и что он делает, написано, что он посылает вестников своих, туда разобраться, что там с Исавами, как это происходит, и вот мудрецы объясняют, вот это слово, дальше везде мы посмотрим, написано, он посылал своих рабов, ну то есть работников, тоже хочу сразу на этом слове остановиться, потому что часто люди, которые не понимают, о чем говорят, они говорят, вот смотрите, у евреев рабство было, рабы, то есть они путают рабство, которое показывали в фильмах, да, про сахарные плантации, и путают то рабство, которое было вот в то время, там где Всевышний допустил это, да, то по-нашему можно сказать работников, потому что там эти работники, рабы, они жили почти так же, как и хозяева, там было очень много, у них, ну хороших всяких достойных моментов, до такой степени, что люди не хотели уходить из рабства, когда их прогоняли, помните, был такой момент, да, то они не хотели уходить от своих хозяев, почему, а им там нравилось, и очень хорошо им жилось при этом, вот, поэтому он посылает своих работников, и объясняет, ну потом, а тут написано вестников, и там стоит слово млохим, и объясняет им наши комментаторы, что он посылает ангелов, мы не будем глубоко сегодня это копать, но мы видим, что такой человек, как Яков, да, у него было такое пророческое видение, он видел ангелов, он разговаривал с ними, вот, и мы видим, что ангелы повиновались ему, и он посылает ангелов перед собой, чтобы они разобрали, что там есть с этим Исавом, и они возвращаются и говорят, идет, видели мы брата твоего, а дальше стоит запятание, Исава, и он идет, и с ним 400 людей вооруженных, то есть, какую они ему приносят информацию, что это опасная ситуация, да, это опасная ситуация, и ты думаешь, что он твой брат, что он может быть изменился, нет, он такой же Исав, как и был, он идет с вооруженными людьми, у него очень плохие намерения, это очень опасная ситуация, да, интересный момент, вот, ну, часто люди думают, ну, как это ангелов, нам трудно представить, но мы можем через Тору увидеть, да, как это было, например, вот, это же семейная традиция, вот, например, мы скоро увидим жизнь Иосифа, тоже, когда отец посылает его найти братьев, написано, и увидел он человек, ну, человек там прохаживался, и он подошел и спросил, где братья мои пасут, и они сказали, где они переместились, куда они говорят, это тоже был ангел, посланник, млохим, был послан Иосифу, чтобы, и он знал, он подошел к нему, конкретный вопрос, в пустыне ты идешь, там, ну, куча, это, никого нет, идет человек, где мои братья, и он конкретно рассказывает, да, то есть, люди общались, были пророки, общались с ангелами, видели этот духовный мир, вот, так же самое мы видим, вот как Яков, да, в прошлой главе, конкретно ангел, написано, пришел к нему ангел ночью, и дал ему стратегию бизнеса, помните, когда Лава начал выяснять, чей тут сход, то Яков ему говорит, смотри, давай так, весь однородный сход, ну, одного цвета, это будет твой, а все, что будет полосатая, все, что будет крапчатая, все, что будет в пятнышку, будет мое, и там такая система была, Лаван говорит, те, что в полосочку, раз, у Якова рождается то, что надо, только те, что в крапинку, раз, у Якова рождаются все сильные овцы, в крапинку, ну, теперь только в пятнышку, у Якова рождаются все в пятнышку, да, чем не система, ну, какая-то же, сельскохозяйственная хитрость, Мы в прошлый раз рассматривали, но самое интересное, что это ангел дал такие советы Якову, да, и он разбогател через это. Вот мы еще вернемся к этим полосатым, крапчатым и пятнистым, потому что здесь есть для нас большое скрытое такое послание. Вот, и мы видим дальше, вот в нашей этой истории в сегодняшней главе, что Яков идет дальше и потом он ночью борется с ангелом, да, боролся некто с ним, мудрецы нам объясняют, кто это был, это был ангел Исава. Это был ангел Исава, вот, то есть мы сейчас видим, что как происходят какие-то такие сверхъестественные защиты и помощи, да, он же ушел туда с одним посохом, а возвращается, смотри, сколько было трудностей, сколько было на него и там трудностей, и там, и тут. Я как вспоминаю в детском возрасте, помните, сказка Колобок, я и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя уйду, там, вот это примерно точно так же. И везде ему идет сверхъестественная помощь, вот. Например, тоже интересная идея, хочется вспомнить об этом, вот, что как он от Лавана ушел, да, 20 лет там работа, потом вдруг ему говорят, сворачивайся, прямо сейчас выходи, Лавана нет, он на продолжении трех дней пути отсюда, как раз время выходить и выходить, да. И потом написано дальше, что вот этим неожиданным уходом он похитил сердце Лавана. Вот я всех мужчин приглашаю на мужской урок, у нас есть тут каждую среду, 18.00 мужской урок. Мы как раз вот это вот изучали эту тему глубоко. Вот что такое похитить сердце Лавана. Ну, тут есть интересное, поэтому я немножко сейчас отвлекусь, расскажу вам, вот, что это за выражение такое. Написано, что когда Яков ушел от Лавана, он похитил его сердце. И там разные комментаторы по-разному понимают, что это за выражение, что значит похитил сердце. Вот, и некоторые комментаторы, они так описывают, похитил сердце, это похитил видение Лавана. Что такое видение, это его скрытое ожидание. Скрытое ожидание. Человек имеет скрытое ожидание. Вот люди общаются друг с другом, да. Даже может муж жить с женой, у мужа свои ожидания от жены. А у жены свои ожидания от мужа. Поэтому сказано, что Адам и Хава, они были открыты. Открытые не просто обнаженные, да. А открытые, потому что надо всегда поговорить друг с другом. Потому что, чтобы понять глубже желание друг другого человека, да. Так вот, у Лавана было свое кино. Как он его потом высказал, когда Яков оттуда ушел. То он говорит, смотри, ты ушел, все мое. Дочери, мои дочери. Внуки, мои внуки. Скот, мой скот. Все, что ты имеешь, это все мое. И то, что он не договорил, почему было похищено сердце. Я-то ожидал, что ты тут навсегда останешься. Потому что, когда ты ко мне пришел. А я понимаю, что с тобой пришло благословение. Потому что с праведником всегда есть благословение от Бога. То у меня только одна дочка была. Она овец спасла. Трудно нам живось. Сыновей вообще не было. Но когда ты пришел, у меня появились сыновья. У меня появился скот. Я сам разбогател. Я думал, так всегда будет. Как мой талисман. Я ожидал, что так, ты тут для меня. А все это мое. И так будет всегда. Поэтому, когда ты ушел, ты похитил мое сердце. Ты разрушил все мои несбыточные мечты. Это такой интересный, важный урок. Другие комментаторы говорят, нет наоборот. Что Лаван был очень большой хитрец. Мы видим, как он с женами поступил. Как он обхитрил, якобы пытался. То он был такой на самом мнении. Что он самый умный. Самый такой хитрый. И когда Яков его так объегорил, как говорится. Он не мог простить, что его не интересовали не ценности вот эти. А его интересовало, как это его так провели. Такое было у человека самолюбие. Что именно этим похитило ему сердце. И когда мы изучали этот родственник, мы поняли, что там было и то, и то. Что ему и так было жалко, и ему и так было жалко. И это действительно правильный ответ. Но это дает нам такой урок интересный. Я для себя вынес такое очень интересное, более такое глубокое понимание. Что как иногда люди, партнеры не понимают друг друга. У каждого внутри свое кино. Ну, в семье не понимают люди друг друга. У каждого свои ожидания, свое кино. И потом приходит какая-то точка, все рушится. А кто ж тебе виноват, что ты себе напридумывал, навыдумывал. Как говорят, завышенные ожидания приводят к разочарованиям. Вот то же самое пришло и у Лавана. Вот, поэтому он разрушил вот это самолюбие Лавана. Ну, как бы там ни было. Лаван, то ладно. Но нам интересно, вот как Всевышний охраняет Якова. Он его провел прямо между всеми этими тонкостями. Между всеми этими. Вот. И потом он встречается, ну, например, в борьбе с этим ангелом Исава. И тоже всю ночь он боролся. Какое-то идет духовное противостояние. И в результате этой борьбы с этим ангелом, что он говорит, имя твое Израиль. Имя твое Израиль. Ну, что там произошло? Интересный момент. Он повредил ему сустав бедра. Этот ангел повредил. И седалищный нерв, вот этот вот, если кто-то не знает, есть такое понимание, как в еврейском народе правильно режут мясо. И с тех пор, вот после этой битвы, да, было сказано по закону удалять вот этот седалищный нерв. Вот из этого бедра, бедровая жила вот этого, да. И ее евреи не едят. И объясняют нам наши мудрецы, а что в ней такого плохого в этой жиле, что это как вечная память для народа. Мы попозже чуть-чуть выясним, почему это так важно, чтобы всегда помнить, что вот это духовное такое противостояние было. И почему надо всегда помнить, что это была за борьба и что это за жило было, да. То есть мы понимаем, что эти духовные примеры, они и для нас дадут какое-то нам, ну, правильное понимание. Ну, и можно, сразу можно понять, что вот это вот бедро, да, объясняют мудрецы, что это символ устойчивости. Он же стоял на ногах крепко, да. И он повредил ему состав, вот это вывихнул сустав бедра, да. То вот это вот устойчивость, устойчивость вот эту вот, да. И там есть разные моменты, но я хочу сегодня один из комментариев. Говорят, что это как бы финансовое обеспечение духовных ценностей. Боролся он с ангелом, да. И как бы противостояние было, помните, за первенство. Это как бы были духовные ценности, да. А повредил он ему сустав бедра. То есть о чем это говорится? Есть все время конфликт между твоими материальными благами и как тебе заработать деньги. И как тебе при этом сохранить свои духовные ценности. Улавливаете идею, да. Ну как это можно просто, вот тенденция всегда, когда ты видишь, человек богатый. Ну больше, ну это неправильное мышление, но так люди привыкли думать. Особенно в этой стране, где трудно честно заработать, скажем так. Да. То видят человек богатый, говорят, ну значит вор. Когда видишь, что человек духовный, верующий такой и богатый, тем более вор. А почему? А потому что если он будет, как говорят, голый и босый, как церковная крыса. Вот, а да, значит духовный, точно. Потому что, а зачем тебе деньги, если ты духовный? Ну у людей такое понимание, что если ты веришь в Бога, тебе ничего не надо. Ну это обман, это заблуждение. Поэтому и есть, это конфликтная ситуация. Да. Тебе, значит не надо деньги. А если они у тебя есть, значит ты не можешь быть духовным. Значит где-то ты их как-то, что-то ты нарушил, и точно ты не по заповеди о них приобрел. Понимаете идея? Так вот у Якова, у Якова, мы видим как раз, что все было с Богом, все было под контролем ангелов. Все происходило, ну в этом есть действительно борьба. Борьба действительно в этом есть. И именно поэтому эта жила нам все время напоминает это, да? Что да, но борьба будет, да? Но все равно этого можно достичь. И Яков нам это пример. Что можно идти духовными ценностями, не нарушать божественные запреты. И в бизнесе так же само можно это делать. И деньги можно заработать. И богатство какое-то вырвести. Это не обязательно. Я не говорю, что это обязательная сама цель. Но эту возможность никто не исключал из жизни верующих людей. А существует неправильное понимание. Многие верующие люди говорят, я готов там вот скромненько вот так, вот так. Для меня главное молитвы, главное там учение, все отдельно. Ну такое вот второстепенное, да? Так вот здесь сказано, что эта идея, она, ну, она имеет право на лучшее, возможно так, чем деньги, как попало любой ценой, да? Но есть же, зачем выбирать какие-то средники. Можно и так, и так. И как раз эта история нам показывает, что это возможно. Вот. И мы видим, что была атака на Якова, но в результате этой атака, что он прошел этот экзамен, но он стал Израилем. Так. Что это значит, значит, он поднялся духовно, раскрыл все свои силы и возможности, потому что Яков от слова Экев это пятка, да? А когда говорили Израилем, это князь, это голова. То есть он с уровня самого маленького вырос. И через что он вырос? Через все вот эти трудности, через все вот эти противостояния. Когда он ребенок шатра, который не видел никаких трудностей, был теоретический праведник, но он попал в реальную действительность, ему пришлось зарабатывать деньги, ему пришлось жить среди обманщиков, жить среди тех людей, где заповеди пренебрегали. И вот там реально практически ему пришлось вот эти ценности реализовать в практическом мире. И это реально непросто. Но ему реально это удовольствие. Поэтому мы, глядя на его примеры, можем черпать силу, мы можем черпать вдохновение, что это как раз путь, которым надо нам двигаться и следовать. Вот. Теперь немножечко вот цитату, которая описана в нашей главе. Когда он возвращается, и он говорит Всевышнему такие слова. Не достоин я всех милостей и благодеяний, которые ты оказал рабу твоему. Яков говорит Богу. Ибо с посохом перешел я Иордан, а теперь у меня два стана, и валы, и верблюды, и осел, и овцы, и работники. И он говорит Богу, что он не говорит, что это я такой молодец, такой осноровистый. Он говорит, это ты оказал мне милость и благодеяние. Это так сформулировал все, что мы видели, да, вот в этой истории. Вот так сформулировал это Яков сам. Ну и мы видим, что вот эта вот идея, что ну на покушать у меня есть и мне больше не надо, да. Что Яков такую идею не поддерживал такую, да. А наоборот, он, как говорится, понимал, что деньги это важный ресурс, которыми, ну как построишь дом Бога без денег. Так же? То на это нужны, конечно, всегда и финансы. Вот. И мы видим, что Всевышний дал ему милость, дал ему силу свыше, дал ему мудрую стратегию. Правильно? Дал ему мудрую стратегию. Как реализовать себя в материальном мире? То есть вот это вот важно гармоничное состояние, чтобы вот эти духовные ценности, чтобы их правильно через какую-то мудрую стратегию реализовать в материальном мире. Да. Ну вот я недавно читал, как раз была серия таких этих высказываний Рэбе по поводу медицины. Тоже такая интересная. Вот есть по поводу бизнеса, есть по поводу медицины. Верующие люди всегда часто выдумывали разные схемы, отрицающие материальность. Да. Так же само было, как с деньгами. Так же само было и с медициной. Так же само было с армией. Многие вещи отрицали, которые в материальном мире они необходимы. И говорили, медицина, молись Богу, и у тебя будет исцеление. Переливание крови нельзя, это нельзя, то нельзя. Потом дошло, и говорят, наоборот, все можно. Ты молись, иди к врачу. Потому что Бог же создал специальную профессию, чтобы тебе могли помочь. Да, если у тебя, например, болезнь, вывих плеча. Ты же не говоришь, что надо молиться. Надо пойти к остовправу, тебя дергнут разочек. Да. Так же есть другие болезни, которые ты не понимаешь. Помолись, и пойди к врачу. Всевышний поможет тебе прийти к нормальному врачу. Не к бизнесмену врачу. И не к бездарному врачу. А к врачу, как у нас есть, профессор. Который во Всевышнего верит, и в медицине разбирается. Правильно? И точно так же с заработком на хлеб, точно так же с бизнесом. Ну, как ты на это смотришь? Вот. Теперь немножко забежим как бы вперед. Да? Что, а как закончил свою жизнь? Чтобы нам интереснее было вдохновение такое. Яков, как он закончил свою жизнь? Написано, умер в старости, насыщенный днями, увидев праведников и детей и внуков. Ну, как финиш же. Это интересная же идея, да? Значит, вот нам есть тут в чем разобраться, о чем поразмышлять. Вот. И такой вопрос мы зададим. Вот интересно. А сегодня обычный человек. Вот он может как-то использовать пример Якова? Ну, обычный человек, да? Вот, например, он говорит, что, ну, как он сказал Богу, что все, что ты дашь мне, я дам тебе десятую часть. Да, на что? На развитие твоего замысла. Вот это то, что сегодня называют десятина. Да? Немножко просто поговорить об этом. Для нас это актуально или нет? Вот слово десятина. Я многие такие перекосы слышал, как люди говорят по поводу десятину. Вы должны, проклятие прокляты. И там, ну, то есть, нету вообще никакого понимания. Да? Я не хочу говорить о том, как неправильно. Просто разобраться, о чем здесь идет речь. Ведь про отцы Авраам отдавал десятину? Отдавал. Ицхак отдавал десятину. Это написано в устной торе, но отдавал десятину. Яков отдавал десятину. То есть, про Авраама, про Якова прямо в письменной написано. Но тогда еще не было даровано торы. То есть, такого закона еврейского, как было во время храма в Израиле, как закон, это не существовало. Зачем они тогда это делали? А Яков еще и сам предложил. Потому что знал, как это делал его папа, и знал, как это делал его дед. То это была просто традиция. То они просто понимали какой-то духовный принцип, который по собственной воле, по собственному желанию, приносил им выгоду и пользу. Сегодня уже многие люди это тоже понимают. Поэтому есть всякие благотворительные фонды, благотворительные центры. Люди поняли, что надо давать деньги на добро, что через это к ним тоже приходит добро. Так же? И много написано, что дает, когда человек отдает вот эту вот часть. То очень просто сказано, во-первых, Всевышний защищает его имущество. А во-вторых, он открывает ему новые возможности. Как это выразил Яков? Я туда пришел с одной палкой. Ты меня сохранил. А вот теперь у меня два стана, овцы, волы, работники. Возможности? Стратегия, возможности. А был с одной палкой. Вчера тоже слышал там, ну, с одним парнем нашим, разговаривали, он рассказывал жизнь одного человека, который приехал в Америку, что-то там с 40 долларами. И через какой-то промежуток времени стал миллионером. Ну, я вспомнил историю про Якова. Вот он пришел тоже с одной палкой. А через какое-то время вышел богатым человеком. Причем не только в деньгах. Вот что интересно. А и семьей, все его дети были праведники, внуки и так далее. И мы до сих пор изучаем его историю. Вот поэтому защищает и дает новые возможности. Поэтому эта история для нас очень актуальна. И каждый человек может подумать, как он может это использовать в своей жизни. Например, у меня на пути вот за 20 лет, как я верующий человек, я видел очень многих людей, которые так поступили. Они что-то Всевышнему пообещали, какие-то моменты стали через это богатыми людьми и сделали очень много добра на земле. То есть как принцип это работает. Другое дело, что не у каждого человека хватит духа, но хватит веры. Хотя, ну как бы логически человек же ничего не теряет. Он говорит, все, что ты дашь мне. То есть у тебя еще нет. Он уже обещает шкуру неубитого медведя. Все, что ты дашь мне, это как-то хитрая какая-то постанова. А оказывается, нет, не хитрая. Почему? Всевышний сам говорит, ты будешь моим партнером, у нас с тобой будет договоренность. Другое дело, что к этому нельзя подходить меркантильно. А надо подходить к этому с любовью правильно, внутренне иметь какие-то правильные мотивы. Вот это вот другое дело. Есть одна история, вот она очень интересная. Она немножко похожа на историю Якова, я читал ее хасидская история. Ну, жила одна семья, жили очень небогато, скажем так, мягко говоря. Вот, ну и не знали, что делать. Дочка растет, ее надо замуж будет выдавать, там через сколько-то лет. Они еле концы с концами сводят. Ну, поехали, они жили там в деревне, как бы, поехали в райцентр, там Ребе жил. Они приехали к нему за советом. Приезжает за советом, Ребе говорит, ну смотрите, десятину отдаете Всевышнему. Говорит, а не, ну мало, начните отдавать десятину. Ну, он понял, приехал за советом, Ребе совет дал. Он вернулся, начал отдавать десятину. Там что-то получилось, вдруг что-то еще открылось. И потом его пригласили вообще в райцентр и дали ему там у одного богатого человека, помещика, дали ему хорошую должность управляющего. В общем, дела его пошли вверх, 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 вверх. Ихняя жизнь очень преобразилась. Он стал реально богатым человеком. Стал реально богатым человеком. И как-то так пришло время, уже все, дочка на выданье, он уже нашел ей мужа. Уже приданная, как бы там все есть. Живут все очень хорошо. Но десятину он передал, перестал отдавать, как-то потихонечку. Вот, незаметно. То, что ему надо было, а сейчас уже у него все хорошо. Вот. И снится ему три сна. Вот рассказывается история, снится ему три сна. Первый сон это вода. Он в каком-то океане, его вода, его захлестывает, это движение водой. Вот. И он просыпается и как бы смотрит на жену. И жена ему говорит, скажи, шма Исраэль. Ну, он сказал, шма Исраэль, молитву, и тревога ушла. На следующую ночь опять ему снится сон, что он горит. В какой-то избе пожар. Его прям, он чувствует, как его обжигает прямо его плоть. Он просыпается, жене говорит, на такой сон. Она говорит, скажи, шма Исраэль, бог один. Он сказал, тревога ушла. На следующий раз ему тоже снится сон, что он где-то находится среди людей. Его бьют палками, он прямо чувствует эту боль. И, короче, я проснулся, жена говорит, скажи, шма Исраэль. Ну, он сказал, шма Исраэль, бог один. Тревога ушла. Ну, все, живу дальше. Проходит несколько дней. Когда приходит ему, у него были разные уже бизнесы свои уже. Вот, и приходит ему известие, что там большое количество товара. Оно находилось на барже, и баржа утонула. Он думает, елки-палки, это же третья часть всего моего имущества. Ну, жалко и жалко, но еще жить можно терпимо. Проходит еще несколько дней, вдруг загорелись его амбары. А там зерна, там склады, короче говоря, другая две трети его имущества. И, получается, за неделю он полностью, ну, все, сошел на нет. И у него оставалось немножко там каких-то драгоценностей, наличий. Ну, еще там можно было полгодика пожить. Вот как-то так, боль не менее. Ну, проходит еще несколько дней, в дом врываются разбойники. Бьют их там, все, грабят, все открывают. В общем, все богатства забрали, их побитых оставили, забрали, все. То есть, у него не просто на полгодика, у него все, вообще ничего нет. Буквально за неделю человек потерял все. Вот. Что делать, не знаю, дочку же богатую замуж брали. Теперь не факт. Ну, он, короче, расстроенный. Ну, жена говорит, слушай, ну, едь к Рэбе, Рэбе когда-то нам помог. Надо, наверное, к Рэбе еще раз обратиться. Вот. Он, в общем, едет к Рэбе. Ну, Рэбе его все выслушал, конечно, посочувствовал. Говорит, ну, смотри, говорит, ты же обещал десятину, перестал давать. То есть, ты как бы нарушил договоренности. Попроси прощения у Бога, едь домой, но только купи лотерейный билет. Он тебе принесет удачу. Ну, и так еврея вышел, думает, ну, конечно, попросил у Бога прощения. Все думает, лотерейный билет. Ну, Рэбе сказал, надо делать. Купил лотерейный билет. Вот. А ехал он, не как обычно уже, там, раньше он на своей телеге, там, с охраной. А это он уже в обычной, вместе со всеми. Вот. И приехал в какую-то корчму. И вместе со всеми на лавках, потому что на отдельный номер у него денег нет уже. На лавках, как и все. Когда под вечер вкатывается делегация, помещик богатый, охрана. Ну, и начинают они там выпивать, заказывают самые лучшие номера. В общем. И история рассказывает, этому помещику ночью снится сон. Приходит ангел и говорит, в этой корчме, пока ты спишь. Есть еврей один, у него есть лотерейный билет, который принесет огромный выигрыш. Помещик проснулся, перепуганный, думает, померещилось. Опять лег спать. Опять ангел ему говорит, в этой корчме, пока ты спишь, простофиля. Но тут есть еврей, у которого есть лотерейный билет, в котором несметные сокровища. Ну, он опять проснулся, думает, что это у меня галлюцинация. Но когда на третий раз, то же самый сон, он уже запереживал, собирает всю свою охрану. Говорит, идите, там внизу спят какие-то евреи. Вот, они там откуда-то едут, куда-то. Вот, всех их обещайте, всех там поставьте на уши. Меня интересует еврей, у которого есть лотерейный билет. Ну, через полчаса приводят нашего еврея к нему. Он говорит, скажи, у тебя есть лотерейный билет? Он говорит, да. Он говорит, давай я тебе дам 10 червонцев. Это очень большие деньги были на то время. И ты мне дашь лотерейный билет. Ну, еврей задумался, начал прикидывать, на свадьбу дочки хватит, больше нет. Ну, и что толпа? Так же Ребе все-таки сказал. И не оставлю себе. Он говорит, нет, не могу. Он говорит, смотри, я дам тебе 20 червонцев. Тот задумался, думает, хватит дочки на свадьбу, еще на полгодника пожить. Говорит, не-не-не, не могу, потому что, ну, мне билет должен самому. Короче, тот помещик не выдержан, говорит, скрутите его, билет заберите. Ему дали этот билет. Он говорит, смотри, я билет у тебя все равно забираю, но у меня тоже есть билет. Смотри, я тебе даю свой билет, я тебе даю 20 червонцев, и я тебе даю еще полный кошелек золота. И хочешь, не хочешь, лучше уйди, пока здоровый, потому что, да, будет, все равно будет горе, но этот билет я забираю себе. На этом закончилось. Ну, вы можете уже догадаться, как развивалась история, да. История развивалась так, что Юрий приехал домой, в том кошельке оказалась очень большая сумма денег, ему хватило и на свадьбу дочери, и вернуть какое-то хорошее состояние, начать обратно какой-то бизнес. А почему лотерейный билет? Потому что он же попозже, розыгрыш был попозже чуть-чуть. И пришло время, лотерейный билет, он спокойно уже никуда не торопился. И когда он проверял выигрыш, оказывается, тот билет, который у него был, что помещик ему дал, этот билет выиграл. И этот еврей в шоке, и там действительно был огромный выигрыш. И, короче говоря, еврей возвращается к Рэбе, ну, взял там десятину, конечно, чтобы подать на общину, чтобы община могла развиваться, поблагодарить приехал. И он ему говорит, Рэбе, смотрите, ну, как вообще такое могло быть? Ну, рассказал все за это помещика. А Рэбе говорит, ну, несчастные люди, этот же помещик несчастный человек, они думают, что Всевышний благословляет билет, и не понимают, что Всевышний благословляет человека. А ты иди, отдавай всегда десятину и больше не теряйся. Вот такая вот интересная история. Вот она немножко напоминает Якова. Вот, потому что на самом деле, когда человек понимает, что Бог благословляет дела его рук, то есть очень интересная каббалистическая схема. Мы своим трудом, или в данном случае, это было немножко мистик, это покупка лотерейного билета, да, это как исключение. Ну, да, но когда человек работает, когда он создает, и люди становятся трудоголиками, больше работы, больше работы, больше работы, это никогда не приносит, ну, больше денег. Да, потому что, как говорят, мы не гоняемся за работой, мы гоняемся за заработком. А заработок и работа, это разные вещи. А заработок как приходит? Он благословляет дела рук, то мы делаем сосуд, а он его наполняет. А что такое делать сосуд? Вначале, чтобы с неба тебе хотели налить. И это в данном случае десятина. Следующий момент, это твои дары и таланты. Но тут есть еще немножко промежуточное звено, и мудрецы объясняют, вот оно скрыто вот в этой вот идее, что он овец вот этих взял в полосочку, в крапинку и в пятнышко. И вот интересно, на иврите эти слова иначе звучат. Там, ну, написано, вот полосатые, крапчатые и пятнистые. На иврите там стоит три слова, а кудим, не кудим и брудим. А кудим, не кудим и брудим. И мудрецы объясняют нам, что в этом есть как бы каббалистическое, ну, скрытый смысл вот в этих вот всех названиях. Что такое полосатые? Вот сейчас три картинки мы нарисуем. Полосатые полосочки, это как будто контур. Вот как ребенок из образительного искусства, когда изучают, рисуют вначале, рисуют контур. Да? Зачем рисуется контур? Чтобы когда начнешь закрашивать, чтобы ты не вышел за поля. Потому что когда ты уже выйдешь за поля, это уже клякса какая-то. Это уже не, уже все. Поэтому вначале рисуется контур. Что делается потом? Потом есть точечки внутри. Ставятся точечки, крапчатые. И точечки начинаются соединяться. Потому что когда человек закрашивает, это соединение многих-многих точечек. Так же? Соединение многих-многих точечек. Вот. А что такое брудим? Когда ты все закрасишь, у тебя получится определенный рисунок. То объясняют нам эти наши мудрецы. Что это такое? Что когда во время работы, не работает идея заработать как попало. Что я заработаю, а потом все хорошо. А что есть какие-то ограничения. Что даже во время работы есть какие-то правила. Законы божественные. Там вовремя дать зарплату. Думать, чтобы и люди с тобой заработали. Но много. Я не буду все. Есть какие-то ограничения. Контуры. А потом внутри этого есть всевозможные заповеди. Точечки. В том числе и десятину. Не надо выходить за нарушения. Но и внутри делай добро. То, 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 то. Чем больше этих точечек ты соединишь. Тем лучше пятнышко у тебя получится. Потом вот это пятнышко. Ну, если посмотреть, что получилось у Якова. И умер в доброй старости, насытившись днями. Увидев детей, внуков праведных и все. У других людей, они по такой же схеме бывают, делают. Но у них жизнь похожа на кляксу. Почему? Там вышли за поля. Там не те точечки. Там их не соединили. Они просто есть, но на пятнышко это очень не похоже. Ну, плавливайте идеи, да? То делается еще. Ты оттуда привлекаешь. Чтобы у Всевышнего появилась заинтересованность наливать в твой сосуд. А здесь ты делаешь сосуд, у тебя есть какая-то профессия. Ты чему-то учишься. Ты делаешь добро. Твоя профессия тоже приносит людям пользу, а не вред. Да? Есть же такие работы, которые вред приносят людям. То есть, они выходят полностью за рамки. А потом говорят, я такой богатый, у меня столько денег. А что ж в конце концов, у меня такое пятнышко в жизни, что на кляксу похоже. Дети мои, собственно, меня ненавидят. Внуков я даже не знаю. И по концовке ничего у меня нет. Как лякса какая-то. Все, что жил, что не жил. Ну, улавливайте идеи. Вот. Поэтому, интересный момент, что когда посылает Яков Вестников к Исаву, то он говорит такие слова. Вот они приходят и говорят, передайте брату моему, что у Лавана я жил. Как же там он ему передал? У Лавана я жил и задержался до ныне. И достались мне валы, а овцы. И объясняет тоже мудрец, он передает ему скрытое послание. Вот это слово у Лавана я жил, на юрике слово гарти. И его числовое значение 613. То есть, на что это дает намек? Он объясняет Якову за одно выражение. Он объясняет ему все, что с ним происходило 20 лет. Он говорит, я жил у Лавана среди мошенников, среди аферистов. Там, где не празднуют божественные законы. Но я жил, я соблюдал, я жил в рамках тех законов, которые Всевышний мне дал. И поэтому я сохранился там до ныне. И вот у меня богатство. Я не только остался духовным человеком, но я еще и приобрел богатство. Вот у меня есть валы, я уходил с одной палкой, с одним посохом. То есть, он передает все, что с ним происходило. Ну, на этом мы можем уже немножко заканчивать. Пользуясь возможностью, хочу сказать, что задумайтесь на то, о чем мы поговорили. Вот это вот идея Десятины. То, что называется распространением света Всевышнего. Или то, что называется построением его дома. Как мы не раз говорили, хасийское выражение. Устроить здесь жилище Всевышнему в этом материальном мире. Да, это относится к образу жизни. Вот, поэтому хочу обратиться ко всем желающим. Вот, кто-то знает, как пользоваться Десятиной. Для начала ее надо отделить. А потом надо понимать, как ей пользоваться правильно, чтобы это было партнерство. Вот, пользуясь моментом, хочу предложить всех, кто тут находится, всех, кто нас смотрит. Если у вас нет какого-то другого личного заинтересованности, пожалуйста, всегда рады помочь. Вы можете своей Десятины участвовать в развитии движения Шатера Врама. Вот, у нас сейчас есть много интересных планов, на которые нужны финансы. Вот, мы хотим поднять множество лидеров, молодежных лидеров по распространению идеи монотеизма. Вот, для этого нужны финансы, нужно устраивать семинары. Поэтому, как говорится, возьмем ответственность принести пользу благодаря вашему, так же, и нашему совместному участию. Ну, вот, в принципе, и все. И хочу вам сказать, что вот мне однажды понравилось интересное слово пророка Ишаягу. И вот оно у меня, вот, лет 15 назад я его вычитал. Там рассказывается о времени, когда Израиль вышел из Египта, и надо было обустраивать землю Израиля. То есть, есть время, когда особенно важно принять в этом участие. И Всевышний говорит еврейскому народу. Он говорит, смотрите, вот это обширное поле, его надо возделывать. Все валы и ослы, возделывающие это поле, они будут кушать корм соленый и веолом очищенный. То есть, он говорит, ну, это прообразы. Да, валы это кто? Там, где труд, валов, это люди бизнеса, которые дают деньги. А ослы это те, на ком ездят, это Колено и Сахара, учителя Торы. Кто-то учит, он дает свои знания, кто-то дает свои средства. И он говорит, все валы и ослы, потому что это важное время. Но я, например, абсолютно уверен, что сегодня пришло время, чтобы идея монотеизма, идея вот этого света Торы, да, чтобы это время, оно распространялось и выровняло вот эту межрелигиозную ситуацию на земле. Поэтому это особенное время, и каждый человек, кто примет в этом участие, он будет, как сказано, иметь корм веолом очищенный и достойный и достаточный. Но это я так вам делюсь своим пониманием жизни. На этом все, наш урок закончен, будьте здоровы.